Всем привет! Меня зовут Даша и в этом видео я покажу, как вязать вивинг на вязальной машине Browser KH260. Для начала у вас в комплекте найдите вот такие щетки. Они подписаны R правая, L левая. Устанавливаем их на мостик. Просто вставляем и попадаем в специальное отверстие винтиком и до конца закручиваем. У вас полностью должен встать до конца. И точно также правая. Одеваем и прикручиваем. Далее мы берем нашу основную нитку, тонкую и набираем петли. Для образца я наберу 30 петель. Беру обычным обвитием. Выправляем нитку в каретку. Плотность у меня стоит единичка, так как ниточка тонкая. Провязали и сейчас еще один ряд. Теперь намешиваем гребенки и еще несколько рядов кулирной гайды. Каретку оставляем с левой стороны. Теперь выбираем перфокарту. Я сейчас заправлю вот эту перфокарту для устройства. Перфокарта у меня установлена. Так как у меня перфокарта от Сильвера машины, я ее устанавливаю сейчас на третий ряд. У меня установлена на третий ряд. Перфокарта сейчас пока заблокирована. Далее я поворачиваю вот этот рычаг на КС и делаю один ряд. Иглы у меня отобрались по рисунку. Теперь я беру толстую нить вивинговую, придерживаю ее рукой, завожу вот сюда и чтобы она попала вот в эту прорезь. и провожу ряд. Здесь я поставлю сейчас плотность чуть побольше на двойку, чтобы полотно было более пластичным. Я вынимаю нить вивинговую. Основная нить у меня остается. И опять ее придерживая здесь делаю ряд. Опять вывожу. Опять ставлю, чтобы она попадала в прорезь. Мы провязали немного по перфокарте номер два. Теперь я хочу показать вам другой рисунок по перфокарте номер один. Для этого я сейчас заблокировала перфокарту. Вот этот рычаг снова поворачиваю на вязание кулирной глади. Вивинговую нить я пока внизу придержу. Сделаю несколько рядов кулирной глади. Теперь я разблокирую перфокарту. Устанавливаю рычаг на КС. Сделаю один ряд. Еще один. У меня просто сейчас петли провязались кулирной гладью. Мне надо, чтобы иглы выставились сюда, поэтому я сделала два ряда. Теперь я опять эту нить вивинговую ставлю вперед. Чтобы она была перед первой выдвинутой иглой. И провожу так, чтобы она попала в прорезь. Я провязала достаточно для образца. Теперь я вивинговую нить обрезаю. Рычаг перевяжу на КС и блокирую перфокарту. Теперь я основной нитью сделаю несколько рядов и закрою образец. Образец наш готов. Так он выглядит в неотпаренном виде. Сейчас я его отпарю и покажу, что у нас получилось. Я отпарила наш образец. Вот так он выглядит. Это рисунок по перфокарте номер один. Это по перфокарте номер два. Тут я допустила небольшую ошибку. Не сразу разблокировала перфокарту. Поэтому машина провязала у меня подряд один и тот же ряд. По перфокарте в шахматном порядке выглядит. С этой стороны у нас вот такой рисунок. Также я делала образец по другим перфокартам. Вот этот рисунок я делала вот по этой перфокарте. А верхний вот по этой. При выборе перфокарт для вязания вивингов, хочу порекомендовать отдавать предпочтение перфокартам, в которых в одном ряду все отверстия разделены между собой и не перфорированными участками. То есть это вот такая перфокарта, либо такая. Так как в перфокартах, где подряд идет несколько отверстий, получаются вот такие протяжки большие. Вот это протяжки, где три отверстия подряд, а вот это где два отверстия подряд. Вивинговое переплетение хорошо подойдет для вязания различных пледов, покрывал, декоративных подушек, а из одежды, шакетов, пиджаков, пальто, в общем, любых изделий, которые должны держать форму. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok